так программа поиска элементов и сигналов на материнских платах asus значит на асусских платах есть такая особенность что на материнских платах отсутствуют позиционное обозначение элементов то есть много всяких элементов для того чтобы допустим найти тот или иной или иной элемент на самой материнской плате нету его позиционного обозначения для этих функций существует программа поиска которая называется цик то есть чем эта программа занимается допустим нам нужно найти какой-то элемент и у нас имеется так скажем снимок материнской платы со всеми компонентами и введя позиционный номер компонента можно найти его на материнской плате значит спускаем сам файл программы экзешник значит нас появляется такой с квадрат малевича значит далее идем в пункта меню пункта меню да у нас такие вот очень интересно значит нажимаем на пункт м с двумя знаками вопроса у нас появляется табличка для выбора файла нашей материнской платы то есть допустим это у меня сейчас открыто чем открыто к 42 f схема да ну соответственно я файл от него и открою значит здесь выбираем файл наши материнской платы барзюв нажимаем ok вот открылась нашим тринская плата значит какие у нас пункты есть программе есть у нас окошко для ввода компонента то есть сюда мы вводим компонент наименование какого-то резистора или элемента нажимаем интер и у нас покажется покажет программу где он расположен на материнской плате далее имеется кнопочки топ будто то есть это одна и вторая сторона материнской платы имеются кнопочки плюс минус это увеличение то есть для того чтобы увеличить или уменьшить так походить по плате вот и далее имеется кнопочка при нажатии на которую наша материнская плата фотография нашей материнской платы уходит в первоначальное состояние так как ищем допустим нам нужно найти какой-то элемент допустим пусть это будет сопротивление допустим pr 81 13 нам это сопротивление нужно найти его местоположение на материнской плате материнской плате никаких таких обозначений нет то есть мы здесь копируем вот вставляем вот окошко да или ручками прописываем и нажимаем enter вот он сказал диди и вот у нас появилось чего-то такое красненькое и зелененькое нажимаем на плюсик соответственно вот это наше сопротивление вот он пр 81 13 пр 81 13 то есть на плате в моего легко можем найти далее если мы нажмем на плюсик до конца еще раз то у нас появится надписи надписи как на каждом элементе надписи соответствует тем сигналом которые приходят на ту или иную контактную площадку значит вот у нас допустим точечка 2 до соответствует гнд эта земля у нас . 2 да она у нас идет на землю проверим на всякий случай и здесь на первой точке у нас сигнал плюс 300 с то есть вот у нас сигнал первая точка действительно соответствует данному сигнал то есть с поиском элементов как определить тот элемент на платье думаешь забрались ну для пример возьмем вот допустим транзистор делаем копировать здесь control вставить нажимаем enter вот он появился наш транзистор нажимаем плюс спускаемся к нему вот он наш транзистор далее какие пункты нам еще могут понадобиться если нажать на в любом месте правую мышку план на правую мышку то здесь нам могут понадобиться два пункта здесь вот тоже видите всякие знаки вопроса всякая ерунда написано непонятно но здесь нам только нужно два пункта это вот пункт нет потом расскажу и пункт вот где у нас раз два три 4 5 6 или 7 знак вопроса не вижу значит нажмем вот на этот пункт где нас много знаков вопроса так как мы искали конкретный транзистор по кью 8104 то при нажатии вот этих знаков вопроса нам чтобы дает нам показывать что у нас имеется вот этот транзистор показывает его выводы 1 2 3 4 5 и показывает что соответствует каждому выводу транзистор то есть какой сигнал на каждый из выводов его приходит то есть раз два три это у нас земля проверим 1 2 3 соответствует земле 4 вывод соответствует данному сигналу 4 у нас затвор вот он сигнал который идет на наш затвор и 5 вывод объединяет 568 ножки но это одна и та же ножка соединенные в одну площадку 5 5 ножка это у нас сигнал плюс 3 в сус файз 20 то есть это наша фаза то есть для каждого элемента найденного мы можем нажать на еще раз показываю вот на эти знаки вопроса и программа назову нам выдаст окошко на как в котором будут указаны все контактные площадки искомого элемента или те сигналы которые к ним подведены да если нам нужно найти не элемент а допустим какой-то сигнал допустим у нас есть какие-то проблемы с сигналом плюс 3 в сус и нам нужно найти какие какие элементы могут быть причастны к данному сигнал то есть далее по схеме ведь он расходится на всякие различные элементы и нам допустим нужно их выявить то есть делаем копировать то же самое здесь сигнал вставляем не сюда нажимаем снова правой мышкой выбираем пункт нет в пункте нет у нас имеются все сигналы платы все сигналы платы допустим мы можем выбрать нам необходимый сигнал из этих сигналов до мышки тыкнуть либо можем ввести сюда делалось сделаем вставить у нас появится сигнал либо допустим и ищем любой сигнал допустим по линии трех вольтовый то есть мы можем ручками допустим набрать плюс 3 у нас появляется все сигналы которые начинаются на плюс 3 мы их здесь можем полистать добавляем в с блин вот он при наш 3 в сус клацем на него и вот у нас появляются все точки куда данный сигнал приходит здесь мы можем нажать на плюсик то есть красненьким у нас обозначаются конкретно все те элементы на которые приходит сигнал и вот этими синенькими кружочками обозначаются многие элементы на которые приходит сигнал если мы если мы наведем плюсик на конкретную контактную площадку то программа укажет какому сигнал данного соответствует если мы увеличим до конца до конца то программа покажет нам все сигналы на всех элементах которые есть на плате далее если мы теперь опять возьмем мы нажмем на знаки вопросам то плату на программа нам покажет какие элементы причастны данному сигналу наш сигнал 3 в сус и соответственно все вот эти элементы имеют отношение к данному сигналу то есть данный сигнал приходит на все эти элементы из какой-то элементов нужно найти делаем копировать здесь табличку нам закрыть здесь вставить нажимаем enter вот видим элементы плюс при поиске допустим сигнала платка что можно повертеть потому что сигнал будет может быть с одной с одной и с другой стороны нашли элемент сделали нажали на плюсик элемент пойдем можно на нем что-то померить либо снять удалить заменить то есть выполнить любое интересующее вас действие ну вот наверное все все всем спасибо за внимание